Расскажите, а что вы здесь делаете? А мы здесь, я здесь в одиночном пикете. Сегодня день Конституции. А Конституция, видите, что у меня написано? Конституция, это правовая диверсия. Конституции около 20 глав, которые практически вредят всей нашей стране. Вот видите, тут написано, что у меня. Статья 15, пункт 4. Пункт 4. Закреплено внешнее управление как приоритет международного права над законодательством российским. О чем это говорит? О том, что у нас в стране руководит... Кто у нас в стране руководит? У нас в стране руководят советники иностранные, США руководит у нас в стране, а у нашей власти, так называемой, власти практически нет. Поэтому эту Конституцию надо менять. Глава, смотрите, статья 13, пункт 2. Опять-таки. Запрет на государственную идеологию. А значит и на развитие страны. И в предачу там написано все это. Черным по белому в этом написано. Статья 75. Пункт 2. Независимость Центрального банка от правительства и от президента. То есть никто его не имеет права проверять. Центральный банк это не наша структура. Хозяин этой структуры находится далеко. Может быть дядюшка сын, может еще кто-то. Но, по крайней мере, все, что делается в Центральном банке, все делается во вред экономике России. Кроме того, в статье очень много пунктов, в которых говорится, что наш президент, он фактически не имеет никаких прав. Внутренних, внешних какие-то имеет, а внутренних прав он не имеет. Он у нас как нотариус. Подписывает бумаги. Причем даже в этом плане подписка бумаги. Например, принесли ему закона, который не устраивает его. Но он обязан его подписать. Если он сейчас его не подпишет, его забирают. Но через 14 дней ему принесут его снова. И вот тут уж он обязан его подписать и обнародовать. В Думе у нас и в правительстве у нас сидит пятая колонна, засела. Это ставленники США. Возле каждого министра сидит иностранный советник. Который ему диктует, как жить, что делать и какие законы писать и устанавливать. Поэтому наш Путин не может выступать против Конституции, потому что он на ней присягал. Но при этом он неоднократно уже просил помощи у народа. То есть он говорит, что вместе мы сила. Что я надеюсь на вашу поддержку. Вот она эта поддержка. Только она должна быть не такой, а другой. Вот когда будет очередной митинг, это пока что у нас идет акция. Это не просто личная моя инициатива. Это инициатива НОТ, которого он находится в Москве. И который возглавляет Федоров Евгений Депутатов. Вот. Это не партия НОТ. Это национально-освободительное движение, которое специально создано, чтобы подготовить народ к референдуму. Но чтобы этот референдум провели, надо однажды встать и выйти. Все вместе. Вот как, помните этот полк? 9 мая вышел полк. Бессмертный полк. С портретами, да, с портретами своих погибших. Их было 15 миллионов единовременно. Одноразовая была акция. Вот сейчас даже не 15, 5 миллионов выйдет по стране по всей. И назначат референдум. А если назначат референдум, значит его проведут. А если его проведут и народ проголосует, значит у нас мигом жизнь изменится. У нас будут нулевые ставки, потому что ставки, которые сейчас, они бредят России и всему ее народу в целом. Потому что кредиты у нас никто не берет. В России смысла нет брать кредиты. Это просто... Поэтому их берут за границы, где маленькие ставки. Поэтому надо менять конституцию. Это самое главное. Дать права Путину, чтобы он убрал кого надо из этой власти. А он не имеет права сам никого убрать. Здравствуйте. Вот. Поэтому надо дать права Путину. Он достойный этих прав в России. И, кроме того, что Центральный банк, когда национализирует, сразу начнется активная покупательская способность, потому что ставки будут нулевые. Так Сталин поднимал экономику России. Нулевыми ставками. Мы бездре всех вышли из карточек после Великой Отечественной войны. Нулевыми ставками. Люди будут брать вещи, брать квартиры, кредиты, которых не надо переплачивать, а в рассрочку расплачивать. На эти деньги государство начнет строить заводы, поднимать сельское хозяйство. Никто нам не будет мешать, потому что из статьи будет убрана вот эта вот 75-я статья или заменена другой фразой, которая будет полезна, а Россия не вредна. Тогда у нас не будет больше никакого давления международного. Поэтому дальше что изменится? Изменится, повысятся пенсии. В течение года у нас будут пенсии не хуже, чем в Германии в любом случае. Зарплаты будут, заводы будут строиться, рабочие места будут, сокращения прекратятся, которые сейчас проводятся специально. Именно для того они проводятся, чтобы лишний раз люди возмущались на Путина. Люди ведь не знают, в СМИ же никто не скажет, что у Путина нет прав внутри страны. Даже он над СМИ не властен, а не гонит, что попало, кроме того, что нужно. СМИ не подчиняются никому, а Россия сама будет решать свои вопросы. Потому что самая богатая в принципе страна в мире живет как самая нищая, потому что на нас сидят паразиты, пши, как хотите их называйте, и высасывают из нас кровь, из России. И по закону, по Конституции, мы не имеем права им отказать в этом. Продолжение следует...